Здравствуйте, дорогие читатели! Я продолжаю цикл небольших познавательных лекций на тему «Мир животных в сказках Александра Сергеевича Пушкина». Эти лекции основаны на моей уникальной книге «Следы невиданных зверей», посвященной миру фауны, жизни и творчеству великого поэта. А сегодня, в нашей заключительной четвертой лекции этого цикла, речь пойдет о двух сказках. Сказка о рыбаке и рыбке и сказка о золотом петушке. Обе эти сказки были написаны в Болдине. Сказка о рыбаке и рыбке в 1833 году, а сказка о золотом петушке в 1834 году. Обе эти сказки можно назвать сказками-притчами. И в них два героя, которые золотые. Золотая рыбка и золотой петушок. И это очень важно, что мы увидим дальше. Итак, сказка о рыбаке и рыбке. Сказка написана народным таким стилем. И как у нас появляется золотая рыбка. Вот послушайте. Жил старик со своей старухой у самого Синего моря. Они жили в ветхой землянке. Ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыб. Старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод. Пришел невод с одной тиной. Он другой раз закинул невод. Пришел невод с травою морской. В третий раз закинул он невод. Пришел невод с одной рыбкой. С непростой рыбкой, золотой. Как взмолится золотая рыбка. Голосом молвит человечем. Отпусти ты, старче, меня в море. Дорогой за себя дам выкуп. Откуплюсь, чем только пожелаешь. Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года. Не слыхивал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую. Сказал ей ласковое слово. Бог с тобою, золотая рыбка. Твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море. Гуляй себе на просторе. То есть смиренный станет такой вполне православный. Который, в общем-то, даже доволен своей жизнью. Даже этой сварливой женой, которая потом начинает требовать, чтобы он просил у рыбки все больше и больше блага. И он отпускает золотую рыбку по-христиански. Ну, что ж, плыви себе в синее море. Но не такова его старуха. Но заметим, что в этой сказке главный герой – это все-таки рыбак и рыбка. Старуха не упоминается в названии. Так вот, эта старуха требует сначала корыта, потом, как вы помните, избу. Потом она хочет быть столбовой, то есть родовой дворянкой. А потом увольную царицей. Причем всякий раз старик, когда приходит к морю и зовет рыбку, он к ней обращается к государине рыбка. А почему именно государине? Потому что рыбка – это, в общем-то, владычица морская. Рыбка золотая, потому что она символизирует, наверное, волю Бога, высшие силы и определенную власть. У христиан как раз золото и символизирует все это, о чем я говорю. У братьев Гримм сказка есть о рыбаке – его жене. И она послужила истоком для сказки о рыбаке и рыбке, а не сказке какие-нибудь «Няне Пушкина» или другие русские народные сказки. Но вот эту европейскую сказку, немецкую, Пушкин переключает в план русской сказки. И она очень сильно отличается, на самом деле, от сказки братьев Гримм. У братьев Гримм рыбка – это камбала, да еще и заколдованный принц. А Пушкин, понятно, почему это не использует. У него-то рыбка – это государиня. Она как раз символизирует божественную власть, символизирует, можно сказать, даже Бога. Поэтому он все это опускает. У братьев Гримм старуха всякие требования выдвигает, а старик потом теми же благами и пользуется с удовольствием. Ну а наш, так сказать, старик Пушкинский, он как раз, как я сказала, смиренный, такой православный вполне себе человек. И старуха посылает его то на конюшню, то работать на каких-то посылках рассыльных. То есть она его ни во что не ставит. И последнее ее требование стать морской царицей, конечно, ни в какое сравнение все равно не идет с тем, что было братьев Гримм. Там жена рыбака хотела стать и папой римским, и даже богом. Конечно, это неприемлемо для православной сказки. Ну и вот, что отвечает и как ведет себя рыбка. Старик не осмелился перечить, не держнул поперек слова мовить. Вот идет он к синему морю, видит на море черная буря. Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Вы тут обратите внимание, что сначала море было спокоен, а потом, по мере все таких более наглых просьб старухе, которые старик передает рыбке, море все больше и больше волнуется. И вот тут уже шторм на море изображен. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, чего тебе надо в настарче? Ей старик с поклоном отвечает, смилуйся, государыня рыбка, что мне делать с проклятой бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морской, чтоб жить ей в океане море, и чтоб ты сама ей служила, была бы у ней на посылках. Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула. И ушла в глубокое море. До гумоля ждал он ответы, не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а перед ней разбитая корыта. То есть рыбка ничего не сказала, как порою Бог не отвечает на наши молитвы, если мы просим для себя что-то неполезное для нашей души или вообще для нашей жизни. И это не просто, конечно, народная сказка, это тоже сказка-притча, как и самая загадочная сказка Пушкина, а именно сказка о золотом петушке. Это последняя сказка, которую написал великий поэт. Единственное произведение, написанное им болдинской осенью, уже третье, но зато какое значимое. Здесь очень много всего символического. Опять обращаю ваше внимание на название. Сказка о золотом петушке, здесь главный герой это он, не царь Дадон, не шамаханская царица. Престарелый царь Дадон обращается к мудрецу, чтобы он помог ему справиться с бесконечными набегами соседей. Вот мудрец перед Дадоном встал и вынул из мешка золотого петушка. Посади ты эту птицу, молвил он царю, на спицу. Петушок мой золотой, будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны, Иль набега силы бранной, иль другой беды незванной. Вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, Закричит и встрепенется, и в то место обернется. Царь с копца благодарит, горы золото сулит, За такое одолжение, говорит он в восхищении, Волю первую твою я исполню, как мою. Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность две видна, верный сторож, как сосна, Шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит. Кири-ку-ку, царство и лежа на боку. И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таковой им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Петушок кричит, как бы как колокол. Он звонит как раз по этой беде. Сообщает о том, откуда идет войско. Несколько лет проходит спокойно, потому что везде дан отпор. И вдруг снова петушок бьется на спице. И царь распоряжается послать сначала старшего сына. Почему он так говорит? Люди на конь. То есть вот еще конь упоминается. Надо сказать, что кони здесь еще упоминаются, но уже вскользь. Когда и второй сын не возвращается, и уже третью рать ведет сам Дадон. Что он видит? Вот осьмой уж день проходит. Войско в горы царь приводит. И промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, вкруг шатра. В ущелье тесном рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ними его два сына без шеломов и без лат. А то бы мертвые лежат, мечу вонзивший друг во друга. Бродят кони их средь луга по притоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл. Ох, дети, дети, горе мне, попались сети оба наших сокола. Горе, смерть моя пришла. Обратите внимание опять на поведение коней, которые мы уже не раз видели, когда кони бродят вокруг своих убитых всадников. И также печалятся о том, что они встать не могут. Ну и как называют своих детей Дадон, оба наших сокола. Соколами называли действительно молодых людей. «Мой соколик» – это довольно стандартное выражение, и Пушкин его здесь использует. Далее Дадон забывает все перед красой шамаханской царицы, которая на самом деле, в общем-то, дьяволица. Она ведь такую дьявольскую силу в сказке и символизирует. Она обвораживает царя Дадона, он с ней едет. И тут встречается мудрец, который на самом-то деле, наверное, хочет избавить царя от этой шамаханской царицы-дьяволицы. Ну а в ответ получает удар жезлом. Сначала царь, конечно, предлагает ему еще там попросить от меня хоть казну, хоть чин боясти, хоть коня с конюшней царской, хоть полцарства моего. Вот очень разные, конечно, предложения, но конь тоже едва ли не то же самое, как что полцарства. На самом деле он волен, мудрец, все это попросить. Но шамаханскую царицу, упрещенной, выраженной ею, царь Дадон отдать не хочет. Царь хватил его жезлом по лбу, тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица сыгранулась, а девица хихихи да ха-ха-ха, не боится знать греха. Царь хоть был стревожен сильно, усмехнулся ей умильно. Вот езжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы. Видите, внимание, легкий звон, он как колокол, опять небольшой колокол звучит. Золотой петушок, та же, как и золотая рыбка, он тоже здесь исполнитель воли божьей и тоже символизирует такую высшую власть. И наступает возмездие. К колеснице прилетел, и царю на теме сел, стрепенулся, клюнул в теме и взвелся, и в то же время с колесницы пал до ноль. Охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Так заканчивается эта сказка-притча, а я хочу завершить лекцию небольшой цитатой из диссертации исследовательницы Волковой. Золотой петушок, как и золотая рыбка, воплощает в себе сверхъестественную всемогущую силу, которая вольна миловать и спасать. Но ей же доступно и отмщение, или воздаяние за грехи. Поистине, божественной властью обладают золотой петушок и золотая рыбка. Символами божественного всемогущества они и являются в сказках Пушкина. Продолжение следует...